Великими заработками работники культуры похвалиться николи не могли. И зараз лидерами в этом плане не з'являются. При этом, калитым же наставникам музычных школ, зарплату еще можно повысить за кошт додатковых занятков, шмак, кто працует на полторы ставки, то ситуация с теми ж библиотекарами, особенно в сельской местовости, а так само техничными работниками, куды больше неоднозначная. Доплата не заложена в бюджете, она формируется за счет экономии заработной платы. То есть, где-то кто-то заболел, где-то какая-то вакансия и так далее. Вот раньше эти все деньги шли на материальное поширение работников, а сегодня эти деньги идут на доплату до минимальной заработной платы. Подчас нараду областным объединениям профсоюза укажут, что за опошний час проанализовали больше як 800 коллективных договоров. Самое расповсюдженное порушение – не своячасовость выплаты зарплаты. Еще одна проблема – яя помер у представников бюджетной сферы, у тем ликовых установок культуры. Одна из причин – вельми складанный механизм оплаты. Зараз он регулируется амаль двума стами шастидесятю разностайными документами, значная частка яких прималась еще в 2000-2001 годах. За этот час зменились не только умовы працы, але и экономичная ситуация в Украине. Навод, позабюджетная деятельность допомагает не заусюды. Вероятно, будут предложены какие-то другие рычаги, хотя на сегодняшний день существует и такое понятие, как дополнительное примирование от результата внебюджетной деятельности. Но не во всех организациях есть внебюджетная деятельность. Да и на сегодняшний день, поскольку не работает в достаточной мере экономика, то и внебюджетная деятельность тоже хромает. Поэтому недостаточно денег. Сярод пропанов, якие сегодня огучиваются на разных узровнях, перегляд тарифной сетки, убог повеличения и оптимизация сетки установ культуры. Але другий вариант потребует максимальной осторожности. Олег Сентюров, Сергей Негаревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Продолжение следует...